у орхидеи пожелтели листья причем если здесь пожелтели нижние листья но при этом два одновременно это произошло за неделю то здесь уже второй лист у орхидеи это орхидея итрита желтеет именно на половину я с той стороны лист оборвала буквально за неделю второй лист пожелтел желтение начинается от шейки что может говорить о грибковом заболевании то есть идет именно от точки рост как пожелтение не полностью по листу а вот так наполовину и не сразу но потом начинает усыхать здесь листья видите пожелтели и усохли можно сказать что тянет питание но нет ни в этом случае это же смотрите как ли желтей отшейки эти и наполовину исслед Shield есть два листа и здесь вот еще одна орхидея также листьев желтеет тоже от шейки смотрите неравномерно да он усыхает по краю и даже желтеет нижний лист говорить о том что в этих случаях орхидеи тянет питание вообще не стоит здесь орхидеи не тянут питание конкретно в этих случаях два варианта либо грибковое заболевание либо перелив и вот то что касается орхидеи интрига у нее это началось у 1 здесь я вижу что начали усыхать корни то есть я начала уже подозревать чуть ранее резактониоз есть такая проблема последнее время на рынке особенно вот на новых орхидеях которые приходят что орхидей усыхает корни процесса становись очень-очень тяжело здесь вот видно даже да вот как я ли снимала неделю не знать сняла один лист тут же я получаю ровно такую же картину поэтому у этой орхидеи подозреваю вяло текущие грибковое заболевание что же касается вот этих двух орхидей опять же где-то недели полторы не назад я уезжаю в отпуск очень обильно пролила свои орхидеи и даже за полторы недели несмотря на то что орхидеи стояли поближе к окну до закрытые руль шторы чтобы не погорели но света им хватало посмотрите до сих пор влажные корни получается дней 10 прошло а корни все влажные и здесь влажный грунт вообще не видно и здесь здесь я все-таки подозреваю что скорее всего я орхидеи перелила что они начали желтеть но в любом случае и если это грибковое заболевание и если это перелив особенно сейчас лето высокая влажность или кто очень любит поливать орхидеи вы знаете что переливаете орхидеи есть вариант это использовать системный фунгицид тот который действует но на протяжении какого-то периода времени поэтому сегодня я проливаю свои орхидеи вот таким фунгицидом у меня из прививку вы используете любой фунгицид который у вас есть я еще часто показываю своих видео свитч мне тоже очень нравится этот препарат и это но почему сегодня будем использовать прививку здесь идет сразу два фунгицина и его отлично применять именно когда есть подозрение на грибок с профилактической точкой зрения с лечебной точкой зрения и в том числе когда орхидеи перелиты это системный фунгицид он действует где-то три недели через три недельки можно будет повторить кроме того заметил что на этом препарате орхидеи восстанавливаются и очень хорошо идет рост корневой системе поэтому буду использовать еще от момент обратилась сегодня смотрите нас растет новый лист и вот такие пятна конечно не хочу думать самое плохое но это очень похоже когда вот молодой листик вот такой погрызенный на трипсов очень похоже поэтому в скором времени просто даже с профилактической лечебной точки зрения пролью свои орхидеи и в сектор акарицидом кому интересно напишите пожалуйста в комментариях тогда сниму об этом видео как на лето сейчас профилактически буду проливать всю коллекцию орхидеи не только эту орхидею но и в то же время прививку ром тоже раз в три недели особенно вот летом можно поливать всю коллекцию своих орхидей как я вам сказала вот эти две орхидеи можно пролить вот это очень влажные мокрые корни поэтому сами понимаете прям сегодня я ее поливать не буду вот достану ее даже из стаканчика сейчас идет пошла и вот видно да по корням что орхидеи где-то за это видите нижний лист уже один отвалился ну 2 еще вот так держится и вот так выглядит хотела бы я полить но вижу что и так там высокая влажность видите вода конечно за стаканчик найти мокро мокро сейчас я поставлю к окошку на окнах у меня роль что-то сейчас закрыто и поставлю на окно просто чтобы побыстрее просохло и не в этом уже стакане поставлю а вот прям вот так его поставлю да вам все мокрое пусть просохнет перелила конечно перед отпуском своей орхидеи побоялась что будут без меня сохнуть сначала просушила хорошенько потом за слишком пролила все-таки света просохнуть и мне хватило закрытым окном вот эту орхидею можно пролить но смотрите какая ситуация здесь тоже в принципе еще вот и на дне даже вода есть хотя опять же проливала до почти десять дней назад и влажный корень не буду лишний раз но дня через два-три подсушу эти орхидеи и тогда буду уже привык корм проливать что касается орхидеи интрига смотрите здесь конечно же не перелив тут эта ситуация началась как я вам сказала еще ранее уже один лист потерян сейчас второй лист и вот смотрите даже вот здесь по листу как он желтеет очень некрасиво он желтеет знаете как будто даже гниет грунт сухой поэтому эту орхидеи мы сейчас с вами в любом случае пересадим достанем посмотрим что здесь корнями это точно сможем поставить диагноз видите здесь еще есть один цветочек так он отвернулся от нас вот один цветочек остался но скорее всего я цветонос конечно чтобы не ослаблять орхидею обрежу давайте снимем этот лист именно я хочу снять ну вот видите он просто отваливается я хотела бы его снять точнее вот так отвалился здесь чернота я хочу все равно его разделить и снять полностью вниз посмотреть чтобы именно шейку орхидеи самой что там под шейкой снимаем лист хотя это можно сделать когда я достану орхидеи так тем что я из грунта все равно планирую доставать то есть потом может быть лету удобнее бы снять ну ладно раз уже начала то уже буду снимать так как есть этот лист иногда надо разделить лист на много много частей чтобы он снялся и при этом ничего не повредить так что я вижу здесь все хорошо но опять же такая ситуация я вам когда-то уже рассказывала то к сожалению бывает что вот эти оставшиеся цветоносы видите мне где-то попасть может инфекция и пойти гниение от них но здесь нет самого но лист видите мог начать гнить даже от того что поврежден изначально уже цветоносом то есть уже какие-то микротрещины есть знаете что я вижу я вижу что на самой шейке здесь вроде бы черное пятно ладно давайте достанем все-таки орхидеи из грунта теперь и рассмотрим что же там у нас помните орхидеи что с корнями орхидеи не поливала как я вам сказала сейчас я буду обрабатывать привикура грунт сухой корни сухие это не совсем хорошо потому что корни тогда более подвержены порчи трещинам которые могут микротрещины могут образовываться смотрите здесь проблема с корнями и опять же давайте не забывать что это орхидея интрига как многие писали в комментариях когда я вам показывал что приобрела себе эту орхидеи что очень капризная орхидея и тяжело за ней подобрать уход чтобы она выжила вот сняла вы видели все и теперь мне надо срезать все вот эти сухие корни вообще и вообще знаете а если тут что-нибудь живое теперь вопрос потому что вроде бы вот кусочки есть корни видите часть корни живая ткань а сверху все высохло если конечно обрезаю их и посмотрим вообще что у меня после этого останется я все обрежу я бы хотела сказать что листья орхидеи начали желтеть от того что недостает питание именно но пожелтение здесь тоже шло неправильно поэтому здесь скорее всего все в вместе мы видите грустная плохая ситуация ладно давайте все по обрезаю все что осталось от орхидеи интрига 32 листика цветонос я обрезала место среза вот обработала перекисью и у меня осталось по сути корень и половинка вот здесь это черное пятно и долго над ним думала но она все-таки засохшая она не мокрое и не развивается да скорее всего какое-то грибковое заболевание учитывая что корень орхидеи высох и корни все остальные высохли орхидея ни разу не была пересушена скорее всего это был резактониоз просто какой-то брич в последнее время на новые именно растения что дальше я делаю хочу обработать эти корни напоить обязательно противогрибковым средством один вариант это посадить орхидеи сейчас в грунт и прям в грунте пролить второй вариант это приготовить рабочий раствор и просто корни замочить а потом орхидеи посадить грунт я выбираю второй вариант для удобства разведения все таки беру один литр на один литр идет полтора миллилитра вот этого препарата привикур самое главное привикур а это не открою купить оригинал проверяйте обязательно по штрих-ходу который здесь идет и он должен быть консистенция такой жидкий кисель густоватая такая субстанция здесь смотрите не будет нет так не видно конечно но он должен быть такой густоватый много вязки перемешиваем хорошенько перемешала да сейчас поставлю как-то удобно орхидею даже знаете не в этой емкость вот такой стаканчик у меня есть все таки объема поменьше заходим как домой вот так а вокруг даже знаете вот на эту бутылку вот так орхидею и просто заполню вот этим раствором привикур а вот так заливаю и корни будут напитываться на сколько вопрос оставлять если мы без грунта то сами корни орхидеи напитываются на самом деле очень быстро буквально пять минут все остальное время мы оставляем орхидеи постоять когда они в грунте для того чтобы пропиталась кора а потом медленно влагу отдавала корням если здесь мы питаем сразу корни времени нужно меньше сколько наверное минут пять я подожду буду смотреть 5-10 вот второе мне одноразовый стаканчик такой тоже дырочки уже есть возможные виды грунта я подготовила будем с вами сажать орхидею потом в грунт так получилось что у меня даже 15 минут уже прошло достаю видно по корням что не так хорошо напитаны умеете правило мы пересаживаем орхидею с влажными корнями сухой грунт и даже в этом случае мне получится выполнить это условие далее взяла стаканчик здесь много дырочек эти вот уже сбоку тоже были сделаны помещаю орхидею в этот стаканчик конечно здесь большой минус то что это орхидея интрига орхидея интрига нас сама по себе очень капризна и вот эти случаи что отсыхают корня потом орхидеи надо наращиваться новокорней очень очень часто можно услышать про эту орхидею так на дно хочу керамзита немножечко положить эти как дренажный слой несмотря на то что тут вот один длиннющий корень но он только один и обязательно буду размещать этот корень так чтобы он был у края горшка чтобы по нему я могла следить за состоянием самой орхидеи так смотрите этот корень пусть и орхидею размещу неровно сторону но зато вот этим корнем краю горшка вы я по нему тоже следила за состоянием самой орхидеи все смотрите то что касается кирамзита в принципе этого достаточно больше и не надо так как это орхидея небольшая с небольшой корневой то что по крайней мере осталось данной системой уберу такой вот видите средний грунт даже скорее мелкую не мелкую кору но меньше чем средней фракции и вот так заполняю держу одной рукой чтобы не скосилась орхидея заполняю заполняю вот так смотрите вот у края горшка вот этот корень который я хочу так оставить у меня есть вот такой еще достаточно мелкий мелкий грунт фракция коры вот такая очень интересная я в нее уже пересаживала свою орхидею подростка и азазе и мне очень понравился результат поэтому дальше я хочу просыпать вот этой король наверное сбоку насыплю этот грунт и буду потихонечку добавлять вот таким образом и вот тоже вот эта причина что орхидеи сохнут корни особенно орхидеи интрига ко мне уже обращаюсь с такими вопросами в личных комментариях и спрашивали что делать ну почему-то интрига да действительно такая капризная орхидея есть орхидеи капризные но интрига к ним тоже относится ну тут самое главное чтобы пошел рост корней они продолжили вот эти корни сохнуть через три недели я обязательно еще раз буду проливать эту орхидею привикуром конечно здесь нужен будет индивидуальный такой комплексный уход для этой орхидеи проверить эту корень видите по краю горшка он у меня так и остался таким образом не знаете даже наверно прямо с пакетика вот так подсыплю чтобы было быстрее все равно горшок пустой прокладывать вручную мне ничего там не надо а вот сама орхидею посажу уже вот на такой хорошенький пенечек вот все отлично она не будет проваливаться потому что вот этот круг он очень мягкий где может начать проваливаться в ниже а так она будет хорошо у меня держаться и далее опять вот это вот возьму коробку чтобы закрепить орхидею знаете здесь очень хорошо не оставила цветонос я конечно оставил с той точки зрения чтобы это орхидея потянулась цветоноса питанием но скорее всего я сейчас возьму ее же держатель который здесь был для цветоноса поставлю и закреплю таким образом орхидею на смотрите она будет у меня падать держатель для цветоноса вот поставила корень обошла сбоку и вот так так таким образом я захвачу закреплю Все, вот так я смогу держать орхидею в равновесии. Смотрите, главный корень виден, я все время проверяю. И второй вот корешок, видите, который ниже шел, вот-вот-вот он полностью вниз виден, чтобы я могла наблюдать за орхидеей. Далее, вот здесь еще надо подсыпать кром. Так, что-то мне тут осталось, уже не так много. И присыплю. Опять же, полностью цели закрыть у меня вот эту верхушку нет. Так, все, закрою вот этот корешок сбоку, видите, тоже закрою грунтом, с той целью, чтобы орхидея не отсушивала этот корень, потому что эти верхние корни, когда они не прикрыты грунтом, они подсыхают. Все, вот такая пересадка, посадка, спасение орхидеи, операция по спасению орхидеи. У меня получилось, брала препарат Максим, до последнего думала обрабатывать, не обрабатывайте, и все-таки склоняюсь к тому, что обрабатывать вот эту шейку здесь не надо. Но с этой стороны не было вопроса, вопрос у меня был с этой. Но такая ситуация у меня уже была, где-то в пересадке я вам показывала, что чуть-чуть подрезала здесь камень и обрабатывала препаратом Максим именно при пересадке. Был очень хороший результат. Но здесь видно, что это сухое. Все там сухое, поэтому обрабатывать не буду. Но опять же, если увижу, что вот этот лист только-только начинает желтеть, поставлю сейчас орхидею, чтобы была на глазах у меня, сразу же здесь зачищу чуть-чуть-чуть лезвием остреньким и обрабатываю Максим. Надеюсь, что это мне не понадобится. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас поживают ваши орхидеи интриги, либо же, наоборот, другие орхидеи, которых тоже сохнут корни. Будем наблюдать и делиться результатами обязательно. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!